Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука, 3 мая. И вот в связи с этим карантином и с тем, что люди не могут очень длительное время выехать на свои дачи и высаживать, но кто-то по погодным условиям, я сейчас хочу ответить сегодня на несколько вопросов, которые связаны именно с длительным выращиванием рассады, с принудительным. Вот Юлия Лукина спросила, Ольга Павловна, подскажите, можно ли опылить баклажаны самостоятельно? У меня баклажаны еще не высажены, стоят на застекленной лоджии, и один баклажан зацвел. Как его можно опылить, чтобы плоды завязывал? Она как раз спросила это к видео, когда я снимала, говорила, что у меня зацвели баклажаны в теплице. Сейчас я дам подробный-подробный ответ. Пойдем к баклажанам. Если говорить про баклажаны, то я вам расскажу, ну как, выскажу мнение, основанное на собственном опыте. Вот смотрите, баклажаны у меня очень часто зацветают в рассаде. Естественно, я не общипываю никакие цветочки, ничего. И когда они стоят в придомовой теплице, ясно, что там не улица, там нет никаких условий таких естественных. Но все равно, когда цветок отцветает, на его месте появляется вот маленький блестящий такой крошечный черный плодик баклажана. И я не видела, чтобы после цветка осталось пустое место. Даже вот эти баклажаны, к которым я сейчас подошла, я их высадила в теплицу. И если кто-то думает, что при высадке, например, на постоянное место, здесь их кто-то специально опыляет вручную, или здесь опыляют их пчелы, никто их здесь не опыляет. Вот у меня высажена эта теплица в ранние-ранние сроки, в конце марта. Ясно, что здесь нет никаких насекомых опылителей. И я думаю, что у вас в комнатных условиях, ну как вот, например, на застекленной лоджии, если отсветет баклажан, то у него этот плод завяжется сам. Тут не главный критерий, будете вы его опылять или не будете. Тут, мне кажется, более главный критерий, хватит ли ему грунта вот этого питательного, хватит ли растению вот питательных веществ и силы, чтобы потом этот завязавшийся плодик, чтобы он рос как без угнетения, чтобы ему всего хватило. Зачастую ведь бывает, многие жалуются, что так же и огурчики, вот которые на балконах, так же и перчики, плод-то завязывается, но потом он засыхает, желтеет и отваливается. Вот важнее всего следующий этап, чтобы хватило ему питания. Ну а опылять вручную, мне кажется, никто не опыляет баклажаны, я не знаю, может быть, кто-то и опыляет. Мне кажется, его просто достаточно ежедневно, так же, как томат, шевелить немножко и все. Вот у меня рядом стоит перец, который ждет своего часа, это для высадки уже в открытый грунт. Тоже он цветет, я его, естественно, никак не опыляю, я его никак, ничего я с ним не делаю. И он, когда цветочки отцветут, появляются на месте цветочков маленькие плодики. Вот здесь сейчас покажу, вот у перцев, видите, вон плодик, потом, вон у перца плодик, хотя, вон, видите, хотя тут тоже нет никаких для них условий, никаких-то не прилетают насекомые, никто их не опыляет. Двери, первую половину всего периода после высадки двери были закрыты, так что этим растениям не нужны никакие опылители, после того, как цветок завянет, там обязательно завяжется плодик. Но если вы хотите как более гарантированно, ну, короче, хотите иметь какую-то гарантию, чтобы он у вас завязывался, ну, значит, сделайте опрыскивание вот этими препаратами для повышения завязываемости. Бутон, завязь, таких много препаратов, средств, раз у вас он в некомфортных условиях, может быть, это даст вам большую гарантию. А вообще, баклажанам не нужно помогать, они сами завязываются. Спасибо.